Музыка Ну то есть сама по себе коронавирусная инфекция, наверное, сейчас ни для кого не секрет, это вызывается аэрозольно, то есть воздушно-капельным путем заражается. Но не только воздушно-капельным, и заражение происходит при личном контакте, то есть этот вирус остается и на вещах, и все. То есть при большом скоплении людей практически риск заражения очень высокий. А в нашей первой городской больнице сейчас находятся больные, лечатся, то есть это 145 коек приказом управления, сегодня на 160 коек развернуто. На утро у нас было 151 больной, то есть практически на тот момент, пока еще не было приказа о разворачивании 160 коек, практически ни одного свободного места не было. И это больные все практически были больные средней степени тяжести и тяжелые. Особо тяжелые, крайне тяжелые, это 9 больных, которые находятся в реанимационном отделении. Те больные, которые нуждаются в интенсивной вентиляции легких. И либо это неинвазивная интенсивная вентиляция, то есть в любом случае это нужны аппаратные дыхания. Что такое средняя степень тяжести и что такое тяжелая степень тяжести? Тяжелая степень тяжести, я так думаю, что, в принципе, наверное, само слово здесь себя говорит. Это одышка. Это одышка практически та, которая одышка возникает не только, скажем, при движении. Это практически одышка в покое. Одышка в покое, которая усиливается при малейшем движении. Затрудненное дыхание, боли в грудной клетке, это обязательно боли в мышцах, это выраженная слабость, это высокая температура. И это однозначно само по себе тяжелое состояние больного. То есть это больные практически сразу поступая, у нас находятся на аппарат искусственной вентиляции легких. Что бы мне хотелось сказать, особенно сейчас, вот в свете вот этих всех карантинных мероприятий, все. То есть послабление карантина дало возможность людям почувствовать, что ничего такого страшного вроде бы нет. Но это страшно, это реально страшно. Это страшно видеть этих больных, которым не хватает воздуха. Это страшно видеть этих больных, которые вот просто, это молодые люди. Вот умер 51 год мужчина, ему жить и жить еще. Но вы понимаете, дело в том, что непонятно, каким образом он заразился. Но это страшно, когда этот человек умирает от отсутствия воздуха, просто-напросто. Легкие в таком состоянии, они поражены настолько, не сами легкие, а поражаются вот эти микротромбы. И все то, что вызывает ухудшение состояния дыхательной функции. Я 38 лет работаю, я никогда такого не видела, такого ужаса. Тактика лечения однозначно это кислородотерапия. Это антикоагулянты. Это антиретровирусная терапия. Мы работали по клиническому протоколу 9 версии, сейчас у нас 10 версия. И основное то, что там сейчас, это антикоагулянты, антигипоксанты, и это обязательно антиретровирусная терапия. Но противовирусная терапия, ну многие люди понимают, что довольно сложные препараты, довольно много осложнений, но они очень помогают в работе. Поэтому начинается с того, что мы начинаем отказываться. Мы объясняем, причем объясняем популярно, практически чуть ли не на пальцах объясняем, но не всегда бывает такой момент, что люди соглашаются. Мы время упускаем тем самым. И самое важное, что сейчас в лечении, ранее начатое лечение. Потому что чем больше мы пропускаем времени, чем мы больше тянем, занимаемся самолечением, тем мы ухудшаем и свое состояние, и наше состояние, когда мы не можем ничем помочь. Это очень страшно, когда ты не знаешь, чем помочь человеку. Ты вроде сделал все, но не всегда получается помочь. Есть такие моменты. Во-первых, меняется ситуация. Во-вторых, все-таки опыт. Я еще раз говорю опыт. И просто-напросто, не просто опыт, а еще есть же протоколы, которые утверждены Всемирной организацией здравоохранения. Российские протоколы, те же опыт лечения больных коронавирусной инфекцией в Китае. То есть мы тоже это в этих протоколах учтено, и поэтому на основании вот этих всех данных обновляются протоколы. Вы знаете как? Во-первых, доказательная база этих препаратов должна быть. Во-вторых, я еще раз оговорюсь о том, что у нас есть протоколы диагностики и лечения. Разработаны не просто людьми, а людьми, которые на основании опыта и на основании научных данных доказали, что эти препараты действуют, работают. Сейчас многие скупают в аптеках ингаверин, которого нету сейчас, кагоцел, орбидол. Но нету доказательной базы в лечении этого заболевания. Поэтому лечение, конечно же, только согласно протоколам лечения и обязательно только под контролем врача. Потому что самолечением ни в коем случае нельзя заниматься. И не тянуть время. Это очень важно. Но бессимптомные всегда вообще было таким образом, что бессимптомные, возможно, они больше вызывают риск в отношении заражения. То есть они, не зная о своем заболевании, идут же в те же магазины, в ту же больницу, в ту поликлинику и все. Поэтому, конечно, бессимптомные есть риск, риск больных бессимптомных. Но дело в том, что бессимптомные сейчас, по сути, если наблюдение идет в поликлинике, правильно наблюдаются, они тогда уже не вызывают риска. Поэтому, пожалуйста, очень прям вот, я не знаю, какая просьба, дистанцироваться. Ни в коем случае никаких той, дуга, бата и все прочее. Потому что вот очень много сейчас случаев заражения именно вот на таких больших крупных мероприятиях. 86% людей именно коренной национальности, которые как раз вот заразились на таких мероприятиях. Я понимаю, что есть такой вариант того, что отдать дань почтения умершему. Но мы же не знаем, кто из них здоров, а кто из них болен. И поэтому вот это заражение происходит. Очень много сейчас случаев, как раз, которые произошли заражения. То есть был, допустим, ребенку год исполнился, все собрались. То есть той очень хорошо, очень большое количество людей, но и очень большое количество заразившихся. Вы знаете, вот, наверное, дисциплина самих пациентов. То есть обычным человеком, да, он очень себя хорошо ведет, они понимают. Но есть момент, когда люди, ну, я не знаю, как это сказать, вот, наверное, можно сказать. Высокого социального статуса люди считают, что это смешно, не может. Он не должен выполнять карантинные мероприятия. Он может себя вести, как хочет. И бывают случаи, когда даже некрасиво ведут себя. Некрасиво ведут те люди, которые даже передают им, допустим, тоже еду и все прочее. Поймите, что болезнь не выбирает высокий социальный статус, низкий, средний социальный статус. Не от этого зависит, а зависит от иммунитета человека. Поэтому очень обидно становится. Хотя основная масса людей, конечно, они с пониманием, они понимают, что очень сложно и очень тяжело. Четыре месяца мои коллеги, мои работники практически не были дома. Да, мы меняем бригаду, мы сейчас уже просто вот в карантин отпускаем, даем возможность хотя бы немножечко психологически передохнуть. Нужно обязательно соблюдать карантинные мероприятия. Мойте чаще руки, носите маски, меняйте их почаще, санитайзером пользуйтесь. Не просто так это говорится. Действительно, спиртосодержащие вещества, вот эти санитайзеры, антисептики, они очень хорошо помогают, они убивают этот вирус. Он не стойкий, но самое главное, не нужно скоплений. Не нужно скоплений, не нужно вот этого большого количества людей. Осложнение вируса, это однозначно, это пневмония. Причем пневмония двухсторонняя, полисегментарная, с большими участками поражения легких, с большим процентом поражения. Это дыхательная недостаточность, это респираторный дистресс-синдром, который практически очень сложно выводится из этого состояния. Поэтому просто вот это крик души, соблюдение карантинных мероприятий. Ну, по большому счету, наша больница обеспечена сейчас полностью оборудованием. То есть вот сейчас у нас, как было заявлено, 10 кое-какомест реанимационных, все реанимационные оборудования есть. Единственное, что, да, ну и не стоял вопрос об этом, что аппарат компьютерной диагностики, чтобы он ставился у нас. То есть мы больница была обычная, терапевтического профиля больница, развернулись сейчас таким образом. Но в любом случае, согласно приказу управления и по договору соисполнения, у нас мы проводим КТ-диагностику в третьей городской, в онкодиспансере. Поэтому, в принципе, в этом плане у нас вопросы все решены. Медикаментозно, да, медикаментозно был момент, когда вот сейчас, когда большой поток больных тяжелых пошел немножечко, чуть-чуть небольшой, но может день-два был перерыв, и то был перерыв в поставке. Сейчас все лекарства поставлены, все лекарства у нас есть, антиретровирусная терапия есть, все. Единственная, конечно, очень серьезная проблема – это средства индивидуальной защиты. Да, мы очень большое количество их закупили, очень большое количество нам помогли государственные частные партнерства, предприятия «Есиль-диагностик». Палата предпринимателей нам помогала в этом плане в приобретении. Но сейчас с учетом большого количества людей, конечно же, у нас средства индивидуальной защиты в очень большом количестве мы их используем. И поэтому вот именно этот момент у нас чуть-чуть, скажем, дает нам заминочку. Но в любом случае сейчас мы используем не только одноразовые, но и многоразовые, потому что раз одноразовые – это одноразовое пользование СИЗы. Поэтому мы их просто-напросто утилизируем, а уже используем многоразовые. Но сейчас мы поставку, заказали поставку 2000 одноразовых костюмов, которые, я так думаю, что в ближайшем будущем, вот буквально неделя, может быть, и они нам поставятся, потому что все компании, которые, где мы заказываем, они же, конечно, нам идут навстречу и стараются быстрее это все нам поставить. Конечно же, иммунитет вырабатывается у этих больных. Однозначно. Мы же, если мы тех больных, которых выписываем, как скажем, с выздоровлением, с улучшением, однозначно иммунитет вырабатывается. И из повторного заражения он, конечно же, отсутствует. Но, по крайней мере, не сильно стабильный иммунитет. Но, по крайней мере, в течение полугода-года, я думаю, что у них иммунитет однозначно вырабатывается. То есть повторного поступления больных не было. Но в любом случае любая пневмония, она всегда в течение полугода восстанавливается легкие. В данной ситуации происходит именно межуточная ткань. То есть не сама легочная клетка страдает, а страдает межуточная ткань. То есть между клетками, вот там происходит ухудшение состояния. Поэтому и это называется интерстициальное заболевание. То есть интерстиция страдает. Поэтому, конечно же, там больше до полугода они восстанавливаются. Поэтому мы, когда при выписке, рекомендуем обязательно этим больным делать контроль КТ через месяц. Потому что контрольно нет смысла делать, потому как изменения эти сохраняются еще долго. После выписки мы всем рекомендуем больным обязательно, это должно быть полноценное питание, это здоровый образ жизни. Это же, конечно же, дыхательная гимнастика. И это обязательно прием аскорбинки. Аскорбинка, то есть наша банальная аскорбинка. Ну и с учетом того, что сейчас мы больных выписываем не совсем с полным выздоровлением, а с улучшением. И выписываем больных, которые идут на домашний карантин. Поэтому по последнему протоколу мы рекомендуем дексаметазон. Ну то есть это по протоколу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова